Привет, друг! Сегодня я приглашаю тебя прогуляться со мной по одному из моих любимейших парков Москвы, Останкинский ВДНХ. Цветут яблоки. Скоро будем собирать прям с этих яблонь урожай и есть прям на месте. Кто побывает в это время на ВДНХ, знайте, это можно. Жизнь многих людей постоянно делится на до и после, до переезда, после переезда, до пандемии, после пандемии, до какого-то ключевого события после него. Сегодня я вам расскажу, как моя жизнь изменилась до того, как я встретилась с этим парком и после этого. С вами Яна Алексеева, понаехавший влог. Погнали! Останкинский ВДНХ, еще ботанический сад, официально это три разных парка, но по факту для всех прибывающих здесь это одна огромная территория. Почти 540 гектаров земли соединены между собой внутренними входами и выходами. Отделить один от другого можно разве что с заборной линии, то не везде бывают места, где можно просто перейти, например, из ботанического сада на ВДНХ, абсолютно не замечая этого. Мне не может не забавлять особенность этого места. Вот здесь, например, сзади меня находится вход в Останкинский парк. Сейчас я нахожусь на территории ВДНХ. Стоит мне пойти вот здесь вот по вот этой дороге направо, я буду оставаться в парке ВДНХ. Но стоит мне перейти ворота и зайти туда и пойти по той же параллельно, совсем рядом дороге, я буду находиться уже в Останкинском парке. Вернуться обратно я смогу, там есть отдельные тропинки, но это не очень удобно. Две параллельные дороги, ты идешь, видишь их, но ты находишься в разных парках. Обожаю такие моменты, сразу складывается такое впечатление, что ты просто находишься в каких-то параллельных вселенных и выбираешь, какой из них ты будешь двигаться. Когда я впервые увидела Останкинский парк, непосредственно пруды, я поняла, что хочу жить в Москве. Настолько цивилизованно и красиво это место, его облагороженный вид взбудоражил во мне ощущения, как будто бы я герой чеховской чайки. И вижу, как по ту сторону прудов идут дамы в длинных платьях, в пол с белоснежными кружевными зонтиками в сопровождении приодетых кавалеров. Все это погружает в ощущение какой-то параллельной, абсолютно сказочной реальности и невольно заставляет ощутить себя персонажем произведений известных классиков. Вот здесь вот как раз развилка, где мы можем выбрать, куда нам двигаться дальше – в Ботанический сад, в Останкинский парк или на ВДНХ. Но мы с вами двигаемся как раз на ВДНХ, покажу вам несколько красивых мест, где обычно не так много людей по сравнению с центральными улицами этого парка. Вот этот каскад прудов в обновленном виде появился здесь не так уж давно. Мы переехали в Москву летом 2016 года, и здесь, на этом месте, была абсолютная стройка, не было никакой воды, были строительные машины, все было перерыто. Выглядело все совершенно по-другому. Не помню точно, но, по-моему, около двух лет потребовалось на то, чтобы строительные работы все полностью завершились, и на этом месте раскинулась вот такая прекрасная пейзажная красота. Всего в этом каскаде участвуют четыре пруда вместе с Останкинским, и каждый из них заслуживает отдельного внимания посетителей парков. Сейчас из-за пандемии в парке закрыты все детские площадки, прокаты велосипедов и детских машинок, и вот здесь, на втором пруду, не работает площадка водного спорта. До ведения запретов тут часто можно было увидеть, как на водных досках тренируют какие-то финты, и хлеб тебе, и зрелище. Сейчас мы находимся на одном из моих любимых мест, мест так называемой «моей силы», куда я постоянно готова возвращаться в любое время года, глядя на вот этот фонтан плодородия, который неистово бурлит пеной, на шезлонги, которые расставлены вдоль воды, на площадь возле музея кино, музей, который так тщательно сохранил дух своего времени. Каждый раз, огибая это место, я говорю про себя слова благодарности миру за то, что я здесь живу и могу видеть всю эту красоту практически каждый день. В любую погоду, в любое время года, настолько оно выдержанное, стильное, при этом сохранившее себе дух времени, место, где чувствуешь себя настоящим интеллигентом, где городская культура так гармонично переплетается с отдыхом на природе. Когда на улице прохладно и так хочется вкусного, горячего спешлти кофе из свежеобжаренных зерен, я иду в два места. Смарт-кофе на фабрике «Ремесел», пока это самый насыщенный из всех вариантов кофе, что мне приходилось пить. От него даже немного во рту вяжет, очень люблю это ощущение. Брала у ребят один раз и хлеб на закваске 120-летней выдержки, представляете, бывает такая. Вкус просто изумительный, никогда не пробовала ничего подобного, крепкая хрустящая корочка, а внутри воздушная текстура. Домашние тоже остались в восторге. И второе место в павильоне книги, там, к сожалению, нельзя снимать, но одно скажу, кофе там тоже отменный. Здесь я немножко остановлюсь, потому что я очень хотела с кем-то из вас поделиться атмосферой своего любимого парка. Сделаю я это не через привычные магнитики и какие-то памятные подарки, а через вкус одного из своих любимейших сортов кофе из Бразилии. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше этой упаковки, которую привезли прямо в Москву из Бразилии с фермы Фернандо Херингер, к ребятам из Smart Coffee, которые пожарили это зерно совершенно недавно, оно наисвежайшее и имеет просто сумасшедший аромат. Кто-то из вас может получить такую же упаковку кофе. Для того, чтобы поучаствовать в моем розыгрыше, нужно всего лишь оставить комментарий под этим видео. Неважно, хорошим будет или не очень, главное, напишите что-нибудь. Это зерно я разыграю уже через две недели в своем следующем выпуске, так что участвуйте и желаю вам всем удачи. Жару для детей и не только, одно очень классное место. Прямо перед москвариумом фонтаны, которые бьют из земли. Их, кстати, сделали не так уж давно, по-моему, два года назад. Дети с удовольствием резвятся в прохладной воде, особенно в дикий летний зной, который в этом году держался целую неделю и крайне аномален для столицы. Я уже не говорю про основные улицы ВДНХ, начиная с центрального входа и расходящиеся в три параллели. Здесь, конечно, тоже есть на что посмотреть. Из около 600 зданий разного назначения, 70 – это те, кто так или иначе имеет статус павильона, и каждый представляет посетителям увидеть свою уникальную программу. Ее, кстати-таки, можно посмотреть на официальном сайте. ВДНХ – это больше такая выставка достижений народного хозяйства. Это выставка, в первую очередь, и там павильоны, очень много развлекательных всяких интересных историй, которые подойдут абсолютно для каждого, для взрослого, для ребенка. Там все равно можно устать от такой определенной тусовки, потому что там много людей и не очень много растительности. Особенно в солнечные дни на ВДНХ находиться не очень комфортно. Но есть вот два соседних парка, Останкинский, в котором есть детские площадки, комнаты матери-ребенка, несколько кафе, где можно купить какой-то перекус и кофе, и зоны для барбекю, где можно пожарить шашлык, провести время. Они сейчас закрыты на период пандемии. Есть еще третий парк, как вы сами понимаете, это ботанический сад. Вот он вообще для любителей лесной какой-то истории, кто хочет просто погулять среди деревьев, изучить, какие растения там представлены. Есть роскошный японский сад, очень красивый. Он супер популярен во время цветения сакуры, потому что там деревья просто буйствуют красками вот этих вот распустившихся цветов. И это очень красиво. Поэтому он становится супер популярный вот в этот период. Также там есть розари. Ну, в общем, для любителей растений, для любителей посмотреть разные виды цветов, это очень классная возможность побывать там. Вход в некоторые вот эти зоны, он стоит порядка там 300-350 рублей. То есть вполне доступные деньги. Очень часто в Останкинском и в Ботаническом парке случается встретить разных животных. После открытия парка в прошлом году к людям очень часто выходили осмелевшие ежи. Бывает сезон, когда на каждом втором дереве снуют туда-сюда белки, по всей видимости, в поисках опустевших запасов еды. В Останкинском парке мы часто встречаем лису, которая чувствует себя здесь полноправной хозяйкой и не очень-то шугается людей. Птицы тоже нас не сильно боятся, и то и дело летают по обочинам, собирая еду, не особо обращая внимания на прохожих. Приходила ты, да? Очень удобно, по крайней мере, в ДНХ и Останкинском парке гулять с детьми, потому что повсюду есть комнаты матери и ребенка, оборудованные всем необходимым. В общем, парк, который наполняет силами. Когда их нет, я прихожу сюда. Когда они есть, я тоже прихожу сюда. Мы объездили много парков Москвы, но этот по-прежнему лидер в моем топе. Мне кажется, здесь есть все, что нужно человеку для отдыха, классного проведения времени с семьей, восстановления сил или, наоборот, активной деятельности на свежем воздухе. Парк, который всегда придет тебе на помощь. Однозначно классно жить в таком месте. Желаю, чтобы у каждого из вас рядом было что-то такое же. Спасибо, что провели этот день со мной и досмотрели до конца. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и пишите комментарии, для того, чтобы также поучаствовать в моем розыгрыше. Подписывайтесь на мой канал, если этого еще не сделали. Смотрите мои другие выпуски. С вами была Яна Алексеева по наехавшей влог. Пока-пока!